Всем привет! Тема сегодняшнего расклада реалии вашей жизни, чего вы сегодня не видите. Раскроем все самые интересные и скрытые от вас моменты. Итак, каковы в данный момент времени реалии вашей жизни? Итак, дом. Вообще здесь, в центре событий, стоит либо какая-то недвижимость, либо отношение с родственниками, а может быть и то и другое, что скорее всего. В центре внимания дом. И, в общем-то, здесь, давайте на Тару уточним. Я так, немножко забегая вперед, скажу, что тут борьба какая-то идет. Давайте посмотрим, что Тару нам покажет. Женщина. Женщина с огненным характером, с чертами такой, знаете, пробивной личности. Но она руководит или очень хочет руководить ситуацией. Она хочет владеть ситуацией. Некая дама. Скорее всего, то ли блондинка, то ли у нее милирование сделано. Больше, вот, светлые волосы, как бы. Но, как бы, тонирование волос здесь показывают. То есть, это не естественный ее блонд, а именно искусственный, скажем так. Ну, в общем, дама целеустремленная. Возможно, это ваша родственница. Но, возможно, и нет. Но, так или иначе, этот человек связан вот с этой ситуацией, которая связана у вас с неким домом. Что еще расскажут нам карты? Ой, тут, конечно, по карте Луна много скрытых моментов. И я бы сказала так. На данный момент времени доверять вы можете только себе. Вот лучше, если вот так будет. По крайней мере, сейчас. Потому что Луна такая карта. Ой, очень туманная, да. Часто эта карта сопряжена с моментами какими-то манипулятивными. Кто-то стремится вами управлять. Манипулировать, обмануть, да, хотят. Подставить, сбить с верной дороги. И это связано с женщиной. То есть, видите, показывают нам некую даму. Вам очень сложно. Десятка жезлов карта какого-то невероятного внутреннего напряжения. Вы понимаете, что как только дадите слабину, эта история может завершиться для вас проигрышем. И вы, конечно, длительное время живете, пытаясь удержать изо всех сил, как бы, эту ситуацию. Вообще, карта дом. Давайте посмотрим, что она означает. Почему такие пряски здесь вокруг этого всего? Что это для вас? Ну, это для вас что-то очень надежное. Что-то, от чего вы сможете оттолкнуться. Это для вас очень хороший фундамент. Что для вас карта дом? Что это? Ну, это как реально, знаете, новая жизнь. Вот как предпосылки к новой жизни, может быть. То, что толкает вас на новую жизнь, подталкивает, дает силы, дает ресурсы, дает возможности. Но очень много обмана. То ли зависть, то ли обман, то ли манипуляции, то ли какие-то интриги плетутся за вашей спиной. Что означает карта дом? Паш Пентакли. Ну-ка, уточню. Здесь много, знаете, чего? По пятерке Пентакли. Много, ну, реально много зависти и огромное желание, как бы, движет людьми. Или вот этой женщиной непосредственно. Но тут все-таки есть еще, помимо этой дамы, суцум. Цель, возможно, у кого-то стоит оставить вас ни с чем, с потерями. Провернуть какой-то обман. Вот рядом с вами обманщица, лицемерка. Некая женщина. Касается ситуации вашего имущества какого-то. Вашей стабильности. У кого-то это что-то материальное будет, реально. То есть, касательно денег, каких-то документов финансовых, юридических, может быть. Что еще карты нам расскажут? Ну, вы знаете, вот в этой истории все решит судьба. Все решит какой-то случай. Мы сейчас будем раскрывать эту карту более подробно. Колесо фортуны. Потому что... Потому что... Вам нужен совет. Вам нужны подсказки. Как сейчас себя вести. Вот это состояние внутреннего напряжения. Какого-то невероятного внутреннего напряжения. Оно, конечно, вас очень утомило. Вы устали морально от этого. Ну, что здесь решить счастливый случай? Что здесь произойдет? Длинная дорога, да? Длинная дорога. Очень затянута ситуация. Но вам надо дождаться конца. Вы знаете, конец не за горами. Вот карта. Мак об этом говорит. Вы пройдете этот путь достойно. Два, даже три старших аркана у нас здесь. Колесо фортуны, отшельник и маг. Это невероятная сила. Это удача. Это успех, который в ваших руках будет однозначно. Хорошо. Реалии вашей жизни еще какие сегодня? Помимо этой ситуации, реалии вашей жизни. Ой, вы чего-то не видите. Важного, главного. Может быть, по двойке мечей вы пытаетесь, ну, себе как бы, да, себе самой, себе самому объяснить как-то сложившиеся обстоятельства. Но при этом у вас нет конкретных фактов, да. Может быть, вы боретесь с какими-то обстоятельствами. Но у вас нет инструментария, с помощью которого вы могли бы вести эту борьбу. То есть здесь у человека глаза закрыты, и как бы ограничения некие есть. Отчего вы вынуждены смириться с этой ситуацией, да. То есть вы смиряетесь с чем-то, но и не видите, как бы, сути одновременно. Нет причинно-следственных связей. Вы не понимаете, что происходит, да, потому что есть тайные моменты, да, что-то скрытое. Вам хотелось бы вытащить это на поверхность, да. Интуиция вам может подсказывать, что что-то не так, там, какие-то запрещенные приемы использованы. Но вы продолжаете быть в неведении, потому что ничего изменить не можете. Никак повлиять на ситуацию не можете. Ну вот, у вас сама Вселенная ведет к борьбе, к выигрышу. Здесь карта победителя, по сути, выходит. Туз мечей, да, обрамленный лавровым венком. Это победа, это успех, это преодоление. То есть даже не зная сути происходящего, вас высшие силы... Ну, вы не знаете, да, сути происходящего, но при этом идете как бы к победе. Вас Вселенная ведет вот по нужной дороге. Хотя я говорю, что многое из происходящего вас напрягает, и вы не знаете многого. Женщина какая-то еще есть в вашем пространстве. Вот помимо той же злого есть еще королева Пентаклий. Королева Пентаклий. Из-за этой женщины у вас какой-то произошел в жизни кризис. Это как удар судьбы, это что-то, что, может быть, разрушилось. Что-то не сбылось из-за этой женщины у вас. Эта женщина рулит какой-то финансовой ситуацией. Для нее очень важны деньги. Она управленец, она как вот распоряжается своим бюджетом каким-то. Может быть, бизнес свой имеет, может быть, какие-то... Какие-то у вас с ней есть финансовые связи, да, либо связи, в которых есть финансовые аспекты, имеют место быть. Но в отношениях с этой дамой вы не видите сути. Вы, может быть, не видите ее сути. Вы не видите... Вообще, как бы, знаете, ситуация, в принципе, вам представляется в другом ключе. В другом ключе. Ну, десятка кубков. Скорее всего, через благородные свои порывы душевные вы видите это все. Вы верите где-то в глубине своей души, что... Что будет справедливость, да, что вот жизнь сама выведет вас на нужную дорогу. А что за отношения с этой дамой у вас такие? А, ну тут мужчина. Тут мужчина у нас. Никий. И, вы знаете, этот мужчина, он мало того, что кубковым королем выходит, так еще и семерка кубков. Эта карта характеризует его как человека, который сегодня находится, ну, не совсем, скажем, в себе. Ну, вот как есть, так и говорю. Человек в иллюзиях, человек, ну, в принципе, так же, как и вы, да, принимает желаемое за действительное. Пытается видеть только плюсы в той ситуации, в которой находится. Рядом с этим мужчина, это дама. Дама рулит. Вот в то время, пока он летает в облаках, она делает все, чтобы его удержать, этого человека, рядом с собой. Посредством денежной какой-то ситуации. Деньги выходят здесь, деньги, семерка пентаклей. Эта дама понимает, что отношения с этим мужчиной, мужчина для вас очень важная тема. Ну, тут сплошные пентакли у меня. Здесь семерка, здесь девятка. То есть она нашла, скажем так, для себя какой-то оптимальный вариант, через который она удерживает этого человека. Энергетически удерживает. Ее мысли о нем вообще, как она его воспринимает. Он для нее император. Ну, я думаю, этим все сказано. Император – это достаточно серьезная карта и очень значимая карта в системе Тару. И говорит она, конечно, в данном консексе расклада о том, что этой даме этот человек нужен. Она не видит больше никого. Это какая-то болезненная зависимость. Вот выбрала она его, и все. Хотя дама обеспеченная. Может быть, это дама, вы. Здесь расклад такой, знаете, многоролевой. Ищите себя. Кто вы? Стороннее лицо, да, которое смотрит расклад. И вы как бы вне вот этих ролей. Как наблюдатель, да. Может быть, вы одна из этих женщин. Может так быть. То есть, Тару дает возможность посмотреть любому человеку на себя со стороны. Возможно, вы чрезмерно превозносите этого мужчину. Потому что он все-таки выпал на скупковым. Не сказала бы я, что в нем много мужественности, много каких-то черт, которые его характеризовали бы как сильного человека и надежного мужчину. Но вот по шестерке жезлов, скажем так, это победа. Это победа этой дамы. И она не упустит этого мужчину. Для нее вообще, как бы, знаете, любая ситуация жизненная расценивается как победа или проигрыш. Вот есть такие люди, которые по жизни живут, играют. Вот им надо непременно победить, непременно, чтобы были деньги, был бизнес, быть наверху, да. Вот чем-то себя усилить. Эта женщина реально себя усилить постарается, ну старается, да. То есть, она может обладать реально большими деньгами. Она может иметь сеть там какую-то. Я имею в виду бизнес, да. Она может реально обвеситься просто с ног до головы бриллиантами, золотом, иметь дорогую машину или несколько машин, там, какие-то квартиры, дома, дачи и так далее. Но это все говорит о чем? О стремлении себя как-то утвердить, да, вот в этой жизни. Придать себе значимости, придать вот этого лоска, блеска. Это говорит, конечно, о внутренней неуверенности, которую она сама пытается скрыть. И вот отношения для нее тоже как проигрыш или победа, то есть как игра. Вот получилось так, что она победила бы в этой схватке между вами и собой, да. То есть мужчина вот этот, как бы предмет вашей борьбы был. И она считает, что она победила. Отхватила лакомый кусочек, и она за него держится. Еще какие реалии вашей жизни покажут карты сегодня нам? Какие реалии вашей жизни? Ну, у вас что-то круто меняется. Очень круто меняется. Может быть, вы даже не замечаете пока этих резких изменений, но процесс уже идет. И вы знаете, новая жизнь. Новая жизнь. Скоро отойдет от вас вот это, знаете, щемящее чувство. Тоска какая-то, привязки к прошлому, да. Вот эти мысли постоянно о том, что было, о том, что не сбылось. Об этой досадной какой-то, может быть, неудаче, да. Это все уходит, потому что ваше пространство активно меняется. Сейчас вам Вселенная будет открывать новые дороги, будет менять вот кардинально вашу жизнь. Кардинально. Сейчас пока у вас еще время борьбы. И вам сейчас, пожалуй, как никогда, наверное, нужна какая-то стратегия, четкость, ясность. Вот устали морально, немножко отдохните, дайте себе возможность снизить скорость, но расслабляться еще рано. Отдохните и надо понимать, что впереди еще трудная дорога у вас. Но эта дорога полностью изменит вашу жизнь. Что за борьба у вас впереди еще? Ну, смотрите, восьмерка мечей выходит. Карта, которая говорит о том, что, возможно, ваше прошлое и ваша настоящая жизнь отчасти все еще являются неким пленом. Да, вы в чем-то не свободны. Есть какая-то недореализованность. Не все вы исполнили из того, что вы хотели. А может быть, вообще ничего не исполнили еще. Как-то вот не до этого было. И вот идет сейчас к чему все? К тому, что разорвется этот замкнутый круг. Уйдут преграды, уйдут ограничения. И вы, как птица, взлетите в небо, да? Ощутите вот это ощущение, чувство свободы, свободы бесконечности. Эта борьба будет стоить, в общем-то, тех сил, которые вы на нее затратите, однозначно, по десятке пентаклей. Однозначно. Потому что, если вы сейчас вот сдадитесь, да, вы не получите того результата, который можете получить, если продолжите эту дорогу трудную. Она трудная, она тяжелая, вы устали морально. Но вам надо ее продолжать. Это ваш шанс. Это ваш шанс. На этой дороге, на которой вы выйдете, да, после вот этого плена, после вот этой борьбы, вас ждет судьбоносная встреча. Вот здесь свершаться будет какое-то событие, меняющее в корне вашу жизнь. Вы, наконец, выйдете из состояния какого-то такого нестабильного. Может быть, это, как знаете, завершается деструктивная программа у вас. Вот стояла в голове ваша какая-то деструктивная программа. Вы могли видеть свое будущее в каком-то одном формате. А здесь Вселенная вам показывает, что жизнь возможна в других форматах. И вам ничего как бы не остается, как обратить на это внимание. Вот вы точно здесь не пройдете мимо своей удачи, своего счастья, потому что так кардинально все будет переворачиваться, что невозможно не понять, что это переменная, что надо быть в этом потоке. Вы набираете силу уже сейчас. Вы набираете силу. И не бойтесь этой борьбы. Да, вы устали морально, но поверьте, что будущее ознаменуется для вас такой стабильностью, где вы будете отдыхать душой. Но сейчас надо поработать. Что там с теми дамами будет? Давайте посмотрим. Первая женщина. Ваш враг, недоброжелатель. Причина ваших неудач, разрушений в жизни. Что ее ждет? Что ее ждет? Девятка жезлов. Обнуление, видите, по дураку. Карты хорошие идут. Если вы жезловая дама, вот смотрите расклад, да, чувствуете, что это вы. Вот перспективы у вас вообще по жизни хорошие, если бы вы пошли другой дорогой. Но зачем-то вы позарились на эту ситуацию. Зачем-то вы и решили бороться. Это для вас обнулиться ничем пустотой. Обманутыми ожиданиями. Откажитесь от этой борьбы, потому что вы себя загоните в свой же капкан. Вот такой совет карт. Что с дамой Пентакли, которая с мужчиной там сегодня в отношениях? Что там? Там дама не одна. Там иерофант. Там помимо ее каких-то амбиций, ее вот этого огромного желания быть с этим мужчиной, есть еще какой-то, знаете, может быть, религиозный фактор, может быть, национальный вопрос. Я бы сказала так. Вот к чему все идет? К некой привычке. Вот насколько она была очарована им когда-то, да, и может быть, все еще сейчас очарована. Ну, вот в будущем спадает пелена с ее глаз. И все входит в такую привычную для нее кольев. Все становится, вот эти отношения, да, с ним становятся ей как в тяжесть. Как в тяжесть. Там рутина какая-то. Там каждый новый день похож на предыдущий. Вы знаете, вот этого состояния на самом деле врагу не пожелаешь. Мы как-то все ждем своим врагам бумеранга так, чтобы бабахнула, ой-ой-ой, как. Но здесь по-другому, да. Здесь не то, что прилетит что-то. А здесь вот само по себе все выйдет в такой формат, что это будет вот просто до скрипоты души неинтересно, скучно и однообразно. Это болото. Это еще хуже, чем вот если бы бабахнула и там хотя бы разрушила все это. И оно ушло, можно было бы успеть что-то новое отстроить. Здесь вот эта тягомотина на традициях построенная. Внушено что-то этой даме, да. То есть надо, надо жить, надо терпеть. Может там кто-то ей внушает это. И она будет жить и терпеть этого мужчину, эти скучные отношения, эту тягомотину. Она будет это делать, потому что так нужно. Но такой она человек, видимо, нерешительный, да. Она не может изменить свою судьбу, свою жизнь, поверить в то, что она где-то может быть счастливее. Ее погубит традиционность. Вообще традиционность, вот эта чрезмерная стабильность, железобетонные традиции. Это, конечно, плохо, плохо, потому что нет гибкости. Мир сегодня очень гибкий. Счастлив тот, кто готов перестроиться, да, понять, что здесь нет перспективы и побежать еще где-то, что-то попытаться отстроить. Надо быть гибким, уметь рискнуть где-то, да. Да, риск должен быть продуманным, но нужен и драйв внутренний, да. Вот внутри вот эта чертовщинка должна быть, которая подтолкнет тебя рискнуть и попытаться, да, хотя бы попытаться стать счастливее в этой жизни. У нее этого нет. Это человек традиций, заточенных, заточенный на традиционность, на железобетонную традиционность. Она будет терпеть его, она будет терпеть эти скучные отношения, и она будет сидеть с ним в этом болоте. Это какое-то безумство, это безумство какое-то. Может, она решила там до смерти с ним быть, я не знаю. Ну, может так быть, что вот ради ребенка будет терпеть, потому что все-таки детская карта выходит с шестерка кубков. А вот тут интересно, не могу не показать на дне колоды карта смерти. Либо реально то, о чем я говорила, она себя так запрограммировала, что вот мы умрем в один день, там, да, как вот в сказке. Или там, если он умрет, я не буду жить. Вот как-то так. Либо все-таки здесь про конец этих отношений. Ну, давайте посмотрим здесь про что. Про то, что она будет до конца тянуть эту лямку, либо там конец будет. А вы знаете, прозреет. Вот кто себя увидел здесь пентакливой дамой, как-то вот прям придет вам сигнал свыше, что ли, как-то. Да, вот как вот прозрение какое-то. И вы на другого мужчину можете посмотреть. Ну, вот все-таки Вселенная дает этой даме шанс. Ну, она, видите как, вот этот мужчина, он, по сути, видите, что, к чему мы пришли, да, к концу расклада. Очень интересно. Дама-то предприимчивая девушка или там женщина. Она неплохая по своей сути. Она пробивная. Она такая рабочая лошадка, да, трудяшка. Она много заработала, может быть, в своей жизни. Все, что она имеет, как бы она сама себе это обеспечила. Пробивная, очень активная, может быть. Но вот такой попался ей водный король. И все, зацикленность у нее произошла на нем. Все. И она остановилась в развитии сама с ним. Поэтому здесь все-таки больше вероятности, что она это болото терпеть не будет. Да, вы с ней можете быть конкурентками сегодня. Но время покажет, да. Пока она еще за него цепляется, пока она верит в его перспективность. Но вот ей по судьбе другой мужчина. Видите, у нее пара должна быть. Не нашла она еще пару. Вот где она выпала и где мужчина, вот этот пентакливый, да. Две пентакливых персоны, это пара. Она своего человека еще не нашла. Вот он в пути. Он только скачет. То есть он еще даже не вошел в ее пространство. Он где-то на дороге ее судьбы, конечно, стоит. Но в ее пространство он пока не вошел еще. Ну вот такой расклад сегодня получился. На сегодня все. Всех благодарю за просмотр. Надеюсь, что информация была вам полезной. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok